Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр и Залим. Всем здравствуйте! И у нас с Залимом назрел обзор сравнения двух колясочек, которые являются на текущий момент самыми популярными колясками у нас в сети. В первой коляске среди колясок 2 в 1, 3 в 1. Тутис Sky и Nordy Soli Go. Да, это колясочки, которые эксклюзивно представлены, точнее говоря, они есть и в других магазинах, но эксклюзивно для первой коляски, у них очень вкусная цена, и именно в сети магазинов первая коляска их можно купить дешевле, чем где бы то ни было. И поэтому очень большой на них спрос, и у людей постоянно возникает вопрос, чем одна отличается от другой. И мы каждый день всем все рассказываем. Ну, вот решили снять видео, чтобы как можно меньше задавали нам вопросов, а можно было людям показать видео. Я буду показывать Тутис Sky, а Залим будет показывать Nordy. И вначале я вам расскажу короткие технические характеристики, и Залим потом расскажет про Nordy. Тутис компания – это Литва, гарантию производитель дает 1 год. Тутис Sky интересна тем, что она полноразмерная, и при этом она легкая. Она с люлькой весит всего 11 килограмм, это вес обычной прогулочки. С сиденьем прогулочным чуть позже мы их увидим, а вес у нее 11,6. Очень крутой показатель. Спинка там 110-175, регулируется градус, это мы тоже увидим. С рождения, соответственно, мы катаем где-то до 3-4 лет, можно использовать ее. Размер люльки у нас 76 на 35, мы это увидим тоже. Вот, и как заявляет производитель, максимальная нагрузка, которую он выдерживает, 15 килограмм. Но мое личное мнение, сейчас я вам просто от себя говорю, как показ практика, она выдерживает и более тяжелого ребеночка. Вот, что у нас по комплектации, мы потом вам про комплектацию расскажем. Да, я вам расскажу про колясочку Nordy Solid Go. Это коляска от норвежского производителя. Также дается гарантия от производителя 1 год на данную колясочку. И весит с люлькой эта коляска 12 килограмм 300 грамм, то есть немножко тяжелее будет, чем, соответственно, конкурентная модель. И с люлькой весит 13 килограмм. Наклон здесь в прогулочном блоке довольно-таки в большом диапазоне регулируется от 105 градусов до 175 градусов. То есть хорошее и сидячее, и горизонтальное положение. Рассчитана данная коляска также с рождения и примерно до 3 лет возраста. И также ограничивает производитель до 15 килограмм веса ребенка. И размер люльки здесь тоже очень просторный. 76 на 35 сантиметров получается. И максимальная ширина по колесам 60 сантиметров. Ну и по комплектации все же я сразу скажу, что у них очень схожая комплектация. Один в один. В комплекте будет сумочка. Сразу же буду показывать подстаканник, который вешается на ручку, дождевик, антимоскитная сетка, ну, сама сумочка, как я уже говорил. И на прогулочный блок будет идти накидочка на ножки. Вот, в принципе, комплектация у них схожая. Да, абсолютно все одинаково. Так, ну, соответственно, у Sky, да, все один в один. И ширина колесной базы, что я забыл сказать, я за ним сказал, 60 сантиметров. Это в абсолютно любой стандартный лифт вы спокойно заедете. Поэтому все окей. Так, начну я показывать непосредственно с люлечки. И сразу хочу заметить, вы сейчас видите цвет комбинированный серый с эко-кожей. И если вы на сайт к нам по ссылочке пройдете после обзора, пройдите обязательно. И будете смотреть расцветки. И расцветка с приставкой люкс будет иметь сочетание эко-кожи и ткани. Другие цвета будут тканевые. Поэтому вот такая пометочка небольшая. Так, что касается козырька. Друзья, козырек реально хороший, полноценный, с удобной транспортировочной ручкой. С бортиком вот таким, чтобы лучше защищать ребенка. Вот такая вот у нас дополнительная секция есть для проветривания. Здесь уже, соответственно, снизу такой сеточки нет. Она у нас на замочке. Что там? У Норди Соли Гоу по расцветкам я бы отметил, что здесь тоже большая палитра цветов на выбор. И из эко-кожи здесь вставочки будут только вот полосочками в самом низу люльки. Вся остальная часть будет во всех расцветках из эко-кожи. Козырек здесь тоже полноценный. Хороший свес обладает. И плюс имеется дополнительная секция. Сеточка для вентиляции. У Норди эта секция чуть ниже опущена, чем у Тутис. Я еще отметил бы, что в плане закрываемости у Норди есть вот такая очень интересная фишечка, связанная с тем, что мы можем приподнять бортик и закрепить сверху на резиночках. И у нас остается окошечко, чтобы еще наблюдать за ребенком. Очень крутая опция, которая будет полезна, если ветрено в местности, где вы катаете ребенка. И сама накидочка держится вот на таких зацепах, крючочках резиновых, которые надо будет фиксировать каждый раз, когда усаживаем ребенка. Укладываем ребенка. Так, что касается накидочки Sky, как у Норди, здесь нет дополнительной секции и нет смотрового окошка соответственно. Вот. Но здесь отличается доступ к ребеночку непосредственно с самой накидочки. Фиксируется точно таким же образом, как у Норди. Но мне лично очень нравится такая система. По бокам у нас здесь на люльке замочки. Вот так, я думаю, вам видно. Вот так открываем. И образуется удобный доступ к ребеночку. У Норди нужно в стороночку это откидывать. Мне лично нравится вот так, но кому-то все равно соответственно. Так, что у нас там по внутренней части? Какой матрасик? Дай посмотрим. Козырек, отмечу, что регулируется. Поднимаем. Можно не нажимать ни на какую кнопочку. А вот, чтобы опустить, с одной стороны кнопочка. Отжимая которую, можем, соответственно, откинуть козырек. Так, внутреннее убранство здесь очень даже уютненькое. За счет того, что очень просторно. Все выполнено из натуральных материалов. И используется вот такой вполне полноценный хороший матрасик. Абсолютно то же самое. Да, абсолютно одинаковые матрасики используются. И по габаритам они одинаковые по внутренним. Ну и, соответственно, внутреннее убранство абсолютно одинаково. И точно такая же система регулировки козырька. С одной стороны кнопка. И поднимаем и опускаем козырек. Да, добавил бы, что внутреннюю обивку можно снять как в самом коробе, так и с матрасика, чтобы почистить. И дно выполнено из пластика. Так, что касается съема. Здесь у нас получается, пускай кнопочки снизу. И есть память. Нажали одну, вторую. И потом просто поднимаем и все. Ну, плохо я нажал? Не, не, просто поднимаешь. Все. И на основании хочется заметить, отнесу это к большому, как по мне, недостатку. Нету ножек, чтобы ставить смело на землю. Здесь тоже снизу эко-кожа, поэтому кладем аккуратненько. Но я сразу отмечу, что здесь очень крутая опция заложена в таком решении. Это то, что вот если мы на пол ставим. Дома. Да, дома, обязательно дома. То мы можем вот укачивать, как в люлечке. Прикольно. Видно было. В инструкции, по-моему, этого нет. Ну, они заявляют, что есть такая опция у них. У Норди, чтобы снять люлечку, надо удерживать две кнопочки с двух сторон. То есть нажимая, соответственно, ну, если под весом, будет защелкиваться. Если пустая люлька, то будет достаточно чуть-чуть приподнять. И, соответственно, снимаем люльку. Люлька за счет облегченных материалов очень невесомая. И легко поднимать даже вместе с ребенком. И также не имеют ножички. За счет чего, соответственно, за счет закругленного дна снизу мы можем также укачивать эту люльку. И там само основание снизу прорезиненное. И как-то поувереннее ставишь ее на землю. Да, да. Материал, он такой более антивандальный. Хотя и у Тутис из эко-кожи выполненный материал, такой тоже довольно-таки практичный. Но здесь материал такой прорезиненный. Да, не боишься его там порвать как-то. Так, поставь сразу прогулку. Давай уж с прогулочки смотреть. По поводу прогулок, друзья, естественно, мы ставим, так как два в одном, блок отдельно, реверсивный. Мы ставим его и по ходу, и против хода движения. И, соответственно, что касается Sky, здесь та же самая история, что и валюшка. Комбинация с эко-кожей у нас присутствует всегда. Так, вот давайте сейчас сразу опущу. А, я не нажал. Окей. Сразу опущу. И мы посмотрим те самые 175 градусов у нас наклона. И это, в принципе, горизонтальное полностью положение. Козырек вы сразу можете увидеть, как он в максимальном положении. Здесь, по-моему, козырек нужен с двумя кнопками. Да, двумя. Да. По прогулочному блоку, что касается, козырек регулируется с помощью одновременного нажатия двух кнопок. Вот такой вот, как мне кажется, недочет. Не очень удобно. С другой стороны, очень монолитно, надежно фиксируется в нужном вам положении. Но, чтобы регулировать, нужно использовать две руки, что не совсем удобно. В прогулочном блоке Nordi регулировка осуществляется тоже рычажком. И регулируется в четырех положениях, из которых можно выбрать и максимально горизонтальное положение, которое будет по заявлению производителя 175 градусов. Довольно-таки хорошее горизонтальное положение, плюс подножка регулируется. И подножка выполнена тоже из такого прорезиненного материала, чтобы легко было чистить. И имеется пластиковое основание под самой обивкой. Да, у Тутис. Здесь эко-кожа снизу в основании, в подножке. Это тоже достаточно практично, но грубая обувь с каким-нибудь застрявшим камушком в ботинках может ее, к сожалению, поцарапать. Но, вот, производители пошли разным путем. Что касается сидения, вот в Sky, мне очень нравится то, что... А ну, подними в вертикальное положение. То, что у них практически... Вот здесь 110, здесь 105, да? Да. Да, это такое вот капитанское положение у ребенка. Много родителей не хотят, чтобы спинки были завалены назад. Здесь абсолютно вот у вас полностью свобода действий. Хотите, как капитана посадили, хотите, опустили полежать. В общем, регулировка спинки отличная. Здесь также у нас есть вот такая вот подушечка, полуматрасик, не знаю, как назвать. В общем, у изголовья ребенка подголовник вот такой более мягенький сделан. Стандартные пятиточечные ремни, мягкие накладочки везде, все окей. Перемычка вот такая вот для ребеночка, соответственно, с бампером есть. И можно его, соответственно, нареживать. Сейчас я потяну его. Как калиточка откину для удобной посадки. В принципе, окей. И еще, что мне нравится, достаточно мягкий наполнитель в сидушке. В долгой прогулочке ребенку будет комфортно. Что у нас в Норде с там? У Норде тоже по обивке все качественно сделано. Из плотных материалов, довольно-таки мягких. И все выполнено. Имеются накладочки на ремни. И в паховой области используются пятиточечные ремни, которые регулируются как по длине, так и по высоте плечевой зоны. Имеется перемычка, которую тоже можно убрать легко. За счет того, что на кнопочке держится. И нажимая кнопочки слева, либо справа, можем откинуть легко бампер. Не успел вам показать глубину козырька. Козырек вот в таком положении, в стандартном исполнении. При любом положении спинки. Спинка раскладывается, и, соответственно, козырек тоже не уходит. И плюс ко всему, имеется секция дополнительная, выполненная из сеточки. Благодаря чему очень хорошо можно закрыть ребенка, в данном случае от солнца. И в комплекте, и у Тутис, и у Норди, в комплекте накидочки на ножки, которые могут закрыть ребенка полностью. Сейчас я вам продемонстрирую. Какие, Александр? Они внахлёст идут снизу, поэтому подрывать не будет. И на кнопках, насколько я помню, да, они фиксировались. Все, ребеночек как в танке. Да, у Норди есть возможность, вот, либо вот так высоко закрыть накидкой ребенка, либо же вот опустить и на кнопочках зафиксировать с двух сторон, чтобы, ну, только ножки были закрыты. Ну и то, здесь, мне кажется, не только ножки очень хорошо закрывают, но вы еще сильнее можете закрыть. Так, в принципе, повторюсь, блоки реверсивные, можно развернуть их еще лицом к вам, если вам это будет нужно. Так, теперь давайте по поводу рамы, к раме перейдем. Мы что-то не рассказали? Вроде все по этим. Вроде. Добавить нечего, да. Что касается ручек, ручки здесь регулируемые по высоте, диапазон абсолютно нормальный. У меня 186 рост и мне даже, я бы, наверное, еще даже опустил, мне кажется. В общем, диапазон ручек регулировки, ручек здесь отличный. И обит он эко-кожей, снизу такой прострочечкой, я считаю, очень качественной, ровненькой, снизу. И, как показывает практика, эта эко-кожа очень долго играющая и не будет резко сорваться достаточно долго. А что там с ручкой? Ручка у Норди также регулируется по наклону. Тоже диапазон регулировки очень большой. Можно как высоко поднять, так и низко. И материал также из эко-кожей, очень похожий материал с выполнением ручки, как и у Тутис. И строчка также снизу находится. Отметил бы, что сама ручка пошире, хват будет более широким при желании. Ну, соответственно, и высоко. Да, здесь сразу видно, я это не подметил. Он такой вот сужается здесь, равномерно такой прямоугольник идет. А тут заострененький. Но все-таки диапазон регулировки у Норди чуть-чуть повыше она поднимается. Да, по максимальной высоте немножечко выше поднимается. Поэтому для очень высоких родителей Норди, наверное, будет более интересно. Так, раз уж мы уже перешли, сразу хочу по шасси сказать. И тут из Sky используются надувные колеса. Все четыре колеса используют обычную резину, камеру. Ну, стандартные надувные колеса, что дает Sky очень плавный ход. Прям вот реально она очень мягко едет. Также здесь установлены четыре амортизатора. Верхний с возможностью регулировки по жесткости. Тормоз тут очень классный. Оба раза мы нажимаем сверху, снимаем с тормоза и ставим. И еще у Sky багажничек. Он, в принципе, достаточно большой. Все нужды стандартные семьи покрывает. И он еще имеет возможность закрыть его. А спереди у нас такие же колеса по диаметру, как и задние. С возможностью блокировки при необходимости проехать какую-то плохую дорогу, неровность. В общем, шасси тут просто прекрасные. Что по Норди у нас? У Норди используются ненадувные гелевые колеса. Они по диаметру, сразу, наверное, вы увидели, что задние колеса побольше будут. Тут передние колеса такие же по диаметру, как и у Tutti Sky. Тормоз здесь тоже. Всегда нажимаем, чтобы и поставить, и чтобы снять. Амортизаторы пружинного типа. Они имеют возможность регулироваться по жесткости. Мы можем их подтянуть и сделать амортизатор более упругой. Ну и, соответственно, несложным движением снять с блокировки. Багажничек открытый, но очень объемный. И с такой уверенной подкладкой, чтобы удобно было туда класть сумку, к примеру, из магазина. Чтобы он не прогибался. И передние колеса, соответственно, тоже блокируемые. Точно такой же системой, как и у Sky. Да. Блокируются также с путем вращения. Давай тогда теперь перейдем к складыванию. Как она складывается? Для более компактного вида сложения, конечно же, можно снять блок. И тогда будет максимально в компактном, сложном виде. Но если нам придется складывать коляску вместе с прогулочным блоком, это возможно. И блок, как сейчас стоит, лицом должен быть стоять от нас. И тогда коляска будет складываться вот таким вот образом. Ну и Sky, соответственно... Да, для более компактного вида можно и ручку, и подножку подогнуть. Ту же самую конструкцию. Подгибаем ножку. Можно снять бампер, чтобы она чуть-чуть более плоская была конструкция. Ну и, собственно, вы видите, друзья, что, возможно, относительно даже более-менее такого рода коляски крупные вообще, сложить их достаточно компактно. И я думаю, что в любой стандартный багажник проблем уместить ее не будет. Собственно, как по мне, все отлично. Даже если мы снимем сейчас прогулочный блок и будем класть его отдельно на раму, мы особо места, мне кажется, и не сэкономим. Ну, за счет меньших колес, тут и Sky просто рамы компактнее немножко складываются, но за счет того, что сама ручка подгибается полностью до конца при складывании, и за счет чего более короткая конструкция получается в сложном виде. Но очень сравнимо, да, в сложном виде. По-моему, мы все рассказали, сравнили. Не знаю, больше мне добавить нечего. И я лишь могу сказать, что мне обе коляски очень нравятся, друзья. Они реально очень гуманный ценник у них, очень конкурентоспособный. И вот за сколько вы можете что одно, что другое купить, вы ничего. Вообще на рынке, имеется в виду среди хороших брендов, а это хорошие и надежные бренды с многолетней историей, вы просто-напросто не купите, нечего. Поэтому и ежедневный спрос, постоянно спрашивают, постоянно покупают. И мы вот сравнили, показали, как лично мое мнение, что одно выберете, что другую. Они вас устроят полностью вообще, все задачи покроют. Но отличия вы все уже видели. Ты что скажешь? Ну, да, особо добавить нечего. Отметил бы, что действительно, да, в своем ценовом сегменте, это, на мой взгляд, самые интересные коляски. Это полноценные всесезонные коляски, которые обладают хорошей характеристикой проходимости, плавности хода, очень просторные блоки. Комплектация как и два в одном, так и три в одном бывает. И по умолчанию в комплекте все самое необходимое, чтобы использовать спокойно круглый год. Да, это действительно, наверное, лучше будет выбор, что одно, что другое, если выберете в своих, опять-таки, конкурентном сегменте. Вот. Да, собственно, выбор, естественно, как-то за вами. Мы все, что хотели рассказать, рассказали. Напоминаю, ссылочка внизу в описании есть. Пройдите, посмотрите. Если есть вопросы, пишите в комментарии, мы на них ответим. Да. Что-то хотел. Да, любые вопросы в комментарии пишите. Да. Все, да. На все вопросы ответим. Ну, мы прощаемся с вами. Удачной дороги. Пока. Всего хорошего.